Да, действительно вынужден согласиться, что существенного прогресса на этих переговорах не произошло, но тем не менее в ходе трех раундов встреч были достигнуты определенные подвижки. И очень важно то, что стороны встречаются, разговаривают друг с другом и стараются понять друг друга. К сожалению, получается так, что за столом переговоров они находят какие-то точки соприкосновения, но по возвращению домой, по крайней мере у одной стороны, позиция опять может радикально меняться. Мы понимаем, почему это происходит. Но в любом случае, очень важно то, что сейчас есть хотя бы желание разговаривать друг с другом. Что является главным препятствием? Убежден глубоко, что главное препятствие в разрешении нынешней конфликтной ситуации – это позиция Запада, который сегодня пытается напичкать Украину самым современнейшим вооружением, посылает туда наемников, вопреки всяким международным правилам и договорам и соглашениям, и тем самым подливает масло в огонь этого конфликта, как сказал некоторое время назад китайский министр иностранных дел. И самая главная проблема в том, что Запад не желает понять озабоченности России, связанные с вопросами с обеспечением безопасности в регионе и многократными обещаниями о нерасширении НАТО на восток. Но, тем не менее, ключ к разрешению этого конфликта есть, он существует. Считаю, что нужно, во-первых, избавиться от всем вовлеченным в этот конфликт сторонам, избавиться от внешних советчиков, и, во-вторых, попытаться проявить искреннюю заинтересованность к нахождению компромиссного решения на основе баланса интересов. Продолжение следует...